Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать макияж, который вы сейчас видите на мне. Это очень глубокий, насыщенный, интересный smokey eyes, и мне захотелось отойти от какой-то такой нейтральной палитры, которая доминировала на моем канале в последнее время, и захотелось создать что-то более интересное. И вот этот вот глубокий зеленый оттенок, мне кажется, пришелся как нельзя кстати. Если вам тоже надоела нейтральная палитра, обязательно продолжайте смотреть, и я вам расскажу, как шаг за шагом выполнить этот макияж. Первое, что я буду делать, это наносить базу на все подвижное и неподвижное веко, и для этого я, как обычно, использую MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Далее мне понадобится светлый нейтральный коричневый оттенок, и я возьму вот этот вот, который называется Cashmere Bunny, из палетки Too Faced Natural Matte. Мы сегодня с вами пойдем по более непривычному маршруту. Я начинаю не с подвижного века, а именно с растушевки в складке и на неподвижном веке. Я буду создавать форму вот такую вот округлую, она называется по-английски Halo, и вот таким вот образом я растушевываю этот оттенок и поднимаю его очень высоко, потому что это транзитный оттенок, он будет помогать мне просто в растушевке другого, более темного оттенка, который я буду наносить. Теперь я буду брать свой основной оттенок, им будет Forest из палетки LORAC Mega Pro 2. Это очень насыщенный матовый зеленый оттенок, такой темно-темно-зеленый, и я для начала наношу его вот так вот во внешний уголок глаза, и позже это все, естественно, будет растушевано. И также я буду наносить его во внутренний уголок глаза. А центр века мы пока не трогаем. И также я соединяю это все по кругу. Видите, очень такой, очень такой тоненькой, легенькой дугой. Не перестарайтесь здесь, вам все-таки еще нужно будет это все растушевать. И вот я сразу беру растушевочную кисть и приступаю к работе растушевки. Внутренний уголок тушуйте по направлению к центру века, естественно, потому что сюда не заходите, иначе не наделаете беды, у вас будет казаться, что глаза очень уставшие. А эту часть, внешний уголок глаза тушуйте по направлению к вискам. И вот на этом этапе, я думаю, довольно хорошо заметно, для чего наносился изначально этот коричневый. Сейчас он очень нам помогает красиво все растушевать. Пока что тушевку на верхнем веке оставляем в покое и переходим к нижнему веку. Здесь я взяла все тот же оттенок Forest, зеленый, и наношу его по нижнему веку, соединяя обязательно в этой точке верхнее и нижнее века для увеличения глаз. И довожу до самого конца. И соединяю также в этой точке. На центр века я изначально нанесу вот этот вот оттенок теней. Это палетка Too Faced Chocolate Bar, и оттенок называется Gilded Ganache. Наношу этот оттенок и заполняю тот пробел, который у меня был изначально. Переходим к звезде этого макияжа, а именно вот такому вот пигменту, слюде, это Tami Tanuka, оттенок Собирательница Душ. И этот оттенок мы наносим поверх предыдущего, только на центр века. Старайтесь работать очень осторожно, потому что здесь очень много блесток, и если неосторожно их положить, то потом очень трудно их будет очистить со всего лица. Теперь, когда мы закончили с блестками, наша тушевка начинает выглядеть не очень аккуратно. Для этого я снова набрала оттенок Forest, это наш темно-зеленый оттенок матовый. И сейчас буду проходиться по краям вот этих вот блесточек, для того, чтобы все красиво растушевать. И мы не видели, где конкретно у нас заканчивается один цвет, начинается второй. Вот буквально два раза я прошлась кистью, и вы видите, насколько это большую разницу делает. Мой вам совет, после нанесения уже блесток, не пытайтесь тушевать тени, потому что вы начнете тушевать также еще и блестки, и они у вас окажутся везде. Потом и в бровях они у вас будут, и под глазами, и на лице, на губах, везде. В общем-то, поэтому старайтесь изначально свою тушевку довести до идеала, а потом, если где-то вот так вот нужно подправить, то буквально маленькими-маленькими штришками работайте, для того, чтобы вот буквально еле-еле касаясь, для того, чтобы эти блестки у вас потом не оказались везде, где только можно. Если у вас осыпались блестки под глазами, возьмите консилер телесного оттенка, нанесите его на эту зону, не слишком много, но и не слишком мало. И потом возьмите спонж, и вот так вот, такими вот движениями, вытрите все излишки. В данном случае консилер будет работать как ластик. И также под этой зоной я вам советую пройтись слегка рассыпчатой пудрой, и это финализирует, скажем так, ваш результат, и макияж будет выглядеть очень аккуратно. Для завершения макияжа я возьму коричневый карандаш, этот конкретно у меня немножко с блесточками, мне кажется, это очень хорошо подчеркнет этот макияж. Это карандаш Faberlic 5309. И его я буду слегка наносить по ресничному краю, и сразу наношу я его более так неаккуратно, растушевывая как бы границы. Мне не нужна здесь четкая линия, потому что она будет здесь лишняя, все такое тушеванное-растушеванное, а графичной линии нам здесь как бы ни к чему. Поэтому сразу наношу его очень такими размашистыми движениями. А на водную линию нижнего века я буду наносить карандаш NYX в оттенке Tropical Green, это Slide on Pencil. Все, что мне осталось сделать на этом этапе, это только накрасить ресницы и наклеить накладные ресницы. Я сейчас это сделаю и вернусь к вам, покажу финальный результат. Макияж глаз я закончила, но продолжайте смотреть, я вам расскажу, с каким макияжем лица лучше всего сочетать такого рода макияж. На лице у меня довольно все стандартно. Первое, что я использую, это тональная основа от Too Faced, которая называется Born This Way. У меня это оттенок Nude. Также я использовала Concealer от LA Girl Pro Conceal. Оттенок у меня в этот раз был Natural. Щеки мне сегодня совершенно не хотелось перегружать. И я вам, кстати, категорически не рекомендую использовать какие-то сатиновые или с блесточками какие-то румяна, потому что в комплексе с тем, что у нас происходит на глазах, это будет выглядеть, откровенно говоря, ужасно. Поэтому я ограничилась сегодня только бронзером от NYC в оттенке Sunny. Немножко сделала лицо таким более живым. И что касается того, что у меня на губах, то вообще здесь в идеале бы я сделала что-то такое очень коричневое, может быть серо-коричневые какие-то губы. Но я понимаю, что это вариант далеко не для всех, поэтому я откопала в своей коллекции максимально такие как бы приглушенные земляные тона, если можно так выразиться, которые будут очень красиво комплиментировать макияж глаз. И в моем случае это жидкая помада матовая от LA Girl в оттенке Dreamy. Вот и все. Я очень надеюсь, что этот макияж вам понравился. Если так и было, поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, и мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я для вас подготовила мои новинки из косметики, и если вам интересен мой обзор, то продолжайте смотреть. Сегодня мы с вами поговорим в основном о декоративной косметике, и давайте начнем с лица. Первое, что я купила, это тональная основа от Bourjois. Я начала работать с диетологом для того, чтобы похудеть, для того, чтобы изменить какие-то свои привычки в питании, начать правильно питаться. И вот прошло уже сколько, где-то полгода, и у меня сложился уже, естественно, сформировался какой-то опыт. Продолжение следует... Продолжение следует...